20 минут о красивой жизни, стильных людях и заметных событиях. Это Бьюти Тайм на 31-м. Всем здравствуйте! Это Бьюти Тайм, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Всех резидентов и артистов, которые в рамках проекта «Беспринципные чтения» выступают. Вообще сам проект очень крутой, когда литература выходит на сцену. Она не становится чем-то таким интимным, как раньше, когда мы один на один оставались с книгой. Нет, это тоже очень важно и очень хорошо. Но в таком формате, когда на одну и ту же историю несколько десятков людей могут переживать одну и ту же эмоцию, на мой взгляд, это очень сильно. Я очень люблю классику, но это не значит, что мы не должны быть в современном контексте. Обязательно нужно знать и то, что происходит в литературе сейчас, потому что она изменяется, появляются новые формы, новые лица. Я периодически хожу на «Беспринципные чтения». Вот на тех, на ком я был, они с душой читают. И в некоторые моменты прям цепляют и заставляют переживать. Сегодня это такой вечер, когда каждый может побыть и услышать самого себя. И, наверное, это и есть про ощущение жизни, когда ты чувствуешь себя и понимаешь то, что тебе важно, а не то, что навязывает вокруг окружающая действительность. Основатель проекта «Беспринципных чтений» Александр Цыпкин был в Челябинске минувшей осенью. На этот раз город встречал еще двух популярных авторов – редактора журнала «Максим» Александра Маленкова и лауреата премии «Русский букер» Александра Снегирева. Среди читателей, среди вас, друзья мои, наверняка есть педанты, интересующиеся судьбой муравьевым. Скажу честно, мне их судьба неизвестна. С целью пресечения распространения их по квартире я проскал камок еда и дымгаза, и больше по нему никто не ползал. Читаю. Чувство гордости способствует выработке дофамина и серотонина. Это уже интереснее. Чем, я думаю, погордиться для разминки? Жизнь моя, как бы это сказать, не самый подходящий материал для гордости. То есть для чего другого может изгодиться ребенка напугать, врача заинтересовать, для гордости не очень. На мой взгляд, например, литература – это не книги, не то, что не столько книг, а вообще это не книги. Это скорее такая стихия, которая находит в себе обличие под стать эпохи. И сегодня у литературы очень много обличий. Это и блоги, и я, например, считаю, что и компьютерные игры. Там очень серьезная литературная составляющая. Уже даже не обязательно текст. Не обязательно текст, но, строго говоря, stories в Инстаграме, если они сделаны интересны и осмысленны, то там три слова комментария к короткому 15-секундному видео вполне могут конкурировать с японскими стихотворениями. Но если там есть какой-то смысл, что не часто бывает, но, тем не менее, жанр подталкивает нас к вполне себе работе поэта такого, когда мы stories заливаем. Другое дело, 99% людей, которые это делают, наверное, не думают об этом. В наше это время, в 21 веке, писанный текст на бумаге, который живет больше, чем 5 минут, это прямо удивительно. Потому что у меня до того, как мы начали делать эти литературные чтения, было ощущение, что есть сегодняшние тексты, которые не сильно отличаются от сообщений в WhatsApp, это в соцсетях, это газеты, это информационные. Сейчас же время такое информационное больше текстов. Вот они живут там, как бабочка, один день. Либо это сразу уже какие-то столпы, типа Акунина, массовая, большая литература, Окей, Пелевина и Сорокина. А между ними очень трудно куда-то, почти нет ни потребности, ни предложения туда воткнуться. И я уж точно не претендовал, работая журналистом в журнале. Окей, твой текст живет, может, не день, а месяц, пока номер продается. И вдруг оказалось, что эти тексты, которые ты все равно очень стараешься, когда пишешь, на день они или на месяц, имеют некую ценность, достаточную для того, чтобы быть повторенными со сцены. И это кому-то нравится. Это, в общем, огромное, я считаю, даже для самих текстов событие, что они еще способны на это, что тексты могут привлекать людей, слух ли они прочитаны, или с листа, что они нужны, что все-таки не все еще ушло в картинку. И тут она говорит, подсади-ка меня, и, о боже, да, залезает на барную стойку и начинает танцевать. Моя девушка танцует на барной стойке. Класс! Все видите? Это моя. Моя девушка танцует. А это я ее парень. Интересно, все понимают, что я парень такой крутой девушки. Приятен мой стал плохо спать, и ему снилось, что мать сливает в ведро не только по мою сельку, но и собирает по соседям. От мысли, что в компост идут не одни обедки, но и что похуже, приятен просыпался в холодную банду. Все, все, все на практике. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Основа ювелирного искусства – драгоценные камни. Если их каратность и чистота очень высоки, эти камни попадают в категорию инвестиционных. Инвестиционные камни – это камни, которые имеют ценность всегда. То есть они даже отдельно от украшений будут с каждым годом дорожать. Современные драгоценности – это симбиоз высоких технологий, креативных идей и мастерского исполнения. С редкими камнями доверяют работать только самым опытным специалистам. Эти шедевры – ювелирного дома Демидов из Екатеринбурга, который еще с давних времен считается ювелирной столицей России. Турмалины здесь разного цвета. Зеленого, желтого, розового цвета. Бриллианты – такая звездочка. В лимонном золоте 750-й пробы. Его можно носить кольцом, а можно так же подвесочку из него делать. Есть вот такой изумруд очень красивый с ним в лимонном золоте с бриллиантами 750-я проба. С внешней стороны, с внутренней он одинаково красиво выглядит. Можно вот так, и если мы перевернем, оно будет выглядеть вот так. Думаю, что не хуже. Несмотря на то, что ювелирное искусство состоит из традиций, здесь есть место и модным тенденциям. Так, например, в последние годы все больше ажиотажа вокруг камня под названием Танзанит. То ли потому, что его месторождение в Танзании исчезает, то ли благодаря компании Тиффани и знаменитой Элизабет Тейлор. У нее глаза были такого же цвета, как и Танзанит. Она в него влюбилась, она начала его носить, начала его всем показывать, Тиффани компания, идею подхватила. Благодаря этому он стал популярен. Чем он темнее, тем он дороже. Золотой филиппинский жемчуг, окруженный бриллиантами, камень-шпинель, идеально подобранный по цвету в одном комплекте. Все это настоящие шедевры ювелирного искусства. Драгоценности, достойные самых взыскательных владельцев. Ну или, если угодно, хорошие инвестиции, если вернуться к началу нашей истории. Мужская опечатка, она такая очень крупная, опять же, со всех сторон очень красивая. Здесь бриллиант черный, три карата. Черный бриллиант считается помощником для мужчин, особенно для мужчин-начальников, он придает им силу. И также белые бриллиантики, вот вокруг. Золото 750-е пробы. Еще одно интересное кольцо с крупным изумрудом, 4,5 карата. И бриллианты вокруг, их много, общий вес 5,32 карата. Оно выполнено из белого золота, видите, оно со всех сторон красивое. Из белого золота 750-е пробы. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга 44. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Салоны «Польская одежда». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на «Соник Ривой 30» и «Пушкина 65». Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего полтора часа и вы избавлены от варикоза. Быстро и безболезненно. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Мода – это понятие, которое никогда не стоит на месте. Ее изменения могут быть связаны с множеством факторов – понятиями красоты, погоды и условиями труда. Однако все это ориентировано в первую очередь на женщину. За последние 10 лет изменился темп жизни, а вслед за ней изменился и стиль, который бы подходил современной, целеустремленной и уверенной. Изменения произошли и в дизайне одежды больших размеров. Если мы еще 10 лет назад наблюдали, что существуют определенные бренды, которые отшивают только большие размеры одежды, то сейчас очень стараются и производители, и дизайнеры, и владельцы магазинов снивелировать границы маленьких размеров и больших, то есть, чтобы на вход покупатель, безусловно, не ассоциировал «О, тут только для маленьких» или «О, это только большие размеры». И у нас несколько брендов существует именно в априори, когда 13 размерных рядов, но это в одном бренде. Есть такой стереотип, что все модные тенденции отшиваются только для девушек с подиумов. Однако сейчас дизайнеры стирают границы в своих коллекциях и переносят тренды на одежду больших размеров. Весь динамизм, вся харизма, то, что принято больше экспериментировать в маленьких размерах, уже несколько лет дизайнеры переносят на большие размеры, потому что здесь же смысл не в размере одежды, а в темпераменте, в характере, вроде деятельности, в стиле жизни. Еще один стереотип, который разрушается сегодня в том, что возраст пропорционален размеру. И действительно, раньше бесформенные модели XXL предполагали возрастную клиентку. Но современный тренд принятия себя или бодипозитив, как его называют, стирает возрастные рамки. Несколько лет назад одежда свыше 52-го российского размера считалась все-таки для среднего возраста и старше. Но ведь это не так. И встречаясь с клиентами в торговом зале, клиенты очень молодые в этих размерах, девушке найти 25-28 лет, в 30 лет одежду своего размера, 52-й российский, 54-й, чтобы она могла и на занятиях, и в офисе, и с девочками пойти куда-то в клуб, превращается поиск одежды в настоящий квест. Это увлекательный квест, но только удовольствия он не представляет. Где-то теряется настроение, где-то теряется самоуверенность. Именно здесь, в наших коллекциях, девочки увидят абсолютное попадание, независимо от размера одежды, в любой возраст. Современные женщины уже привыкли к тому, что многие повседневные заботы решаются с помощью бытовой техники. Теперь, благодаря дизайнерам, стилистам и маркетологам, практически не существует и проблемы достойного внешнего вида. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Европейская одежда для реальных женщин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok